здравствуйте аборигены недолго пришлось ждать продолжения давно в мэн да и так вот ради чего весь сыр бор если мы посмотрим в знания мы увидим здесь вот эту вот интересную штучку пловинг которая даст нам возможность прикручивать плуг на какую-нибудь лошадь как в нашем случае и на этой лошади пахать поля больше я ничего здесь к сожалению интересного не заметил поэтому это единственное что разработчики добавили и ради этого собственно я решил перепройти давно в мэн поэтому продолжаем так что у нас тут происходит у нас тут происходит много еды хотя мясо то всего 24 но как мы знаем из прошлой серии мы теперь можем вообще устраивать полное истребление животных дико лошадь это конечно заметить кто простите о коровки коровки по кусечке мы будем вас жрать и мочить я понимаю что они достаточно далеко находятся но поблизости я вообще никого не вижу даже если включить зрение о это кто простите волки мы потянем да они вообще-то не особо питательны кстати а вот этого носорога я бы жахнул да носорог это прикольно ладно продолжаем у нас пошел сбор культур и это прекрасно а здесь у меня было поле а где она это не прекрасно кстати меня чё откатило так я не понял земледелие я здесь насколько помню ячмень выращивал только не здесь немножечко подальше вот как то здесь наверно да странная херня потому что вы же помните и дома у меня неправильно эй какого хрена сейчас посмотрю авто сейвах одну секунду о вот это мне уже больше нравится товарищи мы вернулись да слава богу все ли есть у меня да у меня все есть и я даже в принципе сейчас могу открыть защиту поселения и наверное я бы ее открыл но чё то как то не хочу а вот приручение коз хочу потому что потому что а чё она даст мне молоко или чё наверно молоко мастерская ткача портного знамя плетение сетей шерстяная ткань длинная линяная ткань вопрос что мне сейчас нужнее всего копка колодцев копка колодцев помогла бы нам знаете когда если мы решили переселиться отсюда нахрен но мы отсюда нахрен не переселяемся кстати очень странно что она убила мой сейф прямо прямо да ну ладно в общем давайте дальше разбираться как вы понимаете у нас уже все собрали все ресурсы и у нас уже третий дом практически достроена им тут немножко грязи наковырять осталось я смотрю они вот уже все прям все прям вытащили блин вот что с ними делать в общем короче чё и ты удалилась серьезно ну нахера ты так делаешь то все вот прям вот какая противная давайте вот увеличим ее и сколько у меня там людей было у меня здесь было там человека 3 пускай работают отлично у нас потому что людей то дохрена ничего то у нас тут немножечко того им не хватает палок с черепами хотя вроде я это делал а может быть и правда пойдем вот в эти черепки ведь у нас тотемизм не прокачан совершенно и но мегалиты тоже нужны в будущем то будут но я просто хотел бы эту технологию купить а для того чтобы ее купить я должен вспомнить что я должен создавать копья и ну и копья короче да костяным же костей у нас дохренища мы всех мочим так что волк атакует так ты побеждаешь то мне а вот этого тоже завалить а стой чёрт живи прости я думал ты тоже волк но ты песик значит первоочередная наша задача это достроить новый склад вот этот глиняный который требует 8 глины которые они должны таскать видать это тетка которую пытался покусать волк и пошла за глиной у нас тут еще и рыбалка кстати стоит но я подозреваю да что рыбы здесь нету совсем ну хоть глина есть тогда рыбу перетаскиваем куда-нибудь сюда пускай здесь ловит пока что тут у нас добывают воду ну кстати очень странно что воды счетчика нет но это было бы наверное очень нелогично если здесь был счетчик воды хотя мы видим реку ладно как у нас мост мост построился мост замечательно себя чувствует можем здесь начинать развиваться но это произойдет только после того как я прокачаю все наши и жены а хижины как вы понимаете требует приличное количество ресурсов так что как только наша деревня вся будет вот такой прекрасной из глины мы будем потихоньку переселяться на следующий берег пока что я в этом смысла не вижу хотя видел до этого момента что у нас по очкам происходит 33 человечка так у нас меховой одежды дофига а вот обычной одежды что-то как-то немного парочку закажем опять волчара атакует ты победишь молодец молодец взрослый мужчина жарик так короче знаете что мне нужно сделать мне нужно посмотреть то у нас тут еще обитает волчар поубивали вот это вот тоже пожалуйста минусанить а то он не равен час на нас нападет вот это вот тоже пожалуйста убить а здесь у нас кто волчары и три медведя так а почему я не могу вот так я могу а волка уже замочили медведя потрясающе чем бывает давайте ждать пока к нам придет новая еда еда это прекрасно тем более что сейчас будет зима и жрать им нужно в два раза больше наверное во делают одежду все молодцы дрэйк умирает от старости и это значит что здесь так не понял они опять куда-то делись они чё перерабатывают что ли их и тут же двое уже валялось во привезли ладно будем ждать и верить что здесь освободиться пара мест но убито 10 волков и плюс одно знание это чертовски хорошие новости еще было бы классно если вы уже наконец-то достроили этот странный глиняный склад я не знаю вы что там глину не можете выкопать они по-моему всю глину сразу выкопали как как так бывает я не понимаю но пойдем пойдем вот сюда пойдем копайте глину здесь прям с ней какие-то проблемы странные очень происходит да если вы не забудем мы кстати отбились от битвы говнюков и я как раз вот сейчас просто размышляю нужно ли нам выходить в защиту поселения сейчас или под дождать технологию купить ее я бы конечно хотел купить татемизм потому что мне не очень хочется тратить сюда 7 очков когда у нас есть такие вкусные вещи как приручение косы или например качество да сразу два человека новых родились двойню что ли сделали и плюс мы сделали 100 хлеба я не знаю как они пекут хлеб хотите вот верить их хотите нет но они это делают на костре без печей ну и конечно нам нужно больше вот этих вещей потому что мы их продавать будем я еще луки хотел продавать кстати но луки требуют одну шкурочку а шкурочки это вещь действительно важная учитывая с какими какими темпами у нас поселение растет вот поэтому сейчас нужно о наконец-то пошла стройка глиняного склада замечательно можно в принципе тогда дома улучшать давайте начнем вот этот дом он прям не не пришей кобыле хвост что называется он здесь стоит я даже не знаю почему я его сюда поставил я сейчас просто думаю снести вы или проапгрейд давайте проапгрейдим хрен с вами пускай укачают его потому что у нас постоянно нет места для хранения мать его но сейчас когда склад построится мы вот этот сразу тоже на апгрейд пихаем и все у нас будет замечательно кто-то бездомный кстати сейчас будет прибыл торговец о это уже и хорошие новости он продает оккультуривание бобовых ценность 200 но он хочет 280 а ну и понятно меня всего 7 копий к сожалению зато у них ценность 7 а раньше по-моему было 10 или 5 я вот не помню ну давай продадим тебе 7 копий ну и в общем то все да больше ничего не могу продать и 60 можно нафармить короче извини дружище но оккультуривание бобовых сегодня не мое новая постройка глина глина какой-то там склад следовательно мы можем прокачивать вот этот прокачайся новые люди присоединяются к поселению x3 и теперь в моем поселении 37 человек а вместимость у меня на 36 но это потому что шатер нужно прокачать и еще мне нужно сделать для них одежду потому что одежда у меня всего 36 и 35 так что заказываем 2 таких и 2 таких чтобы было был плюсик потому что детишки могут внезапно подрасти и у нас будут проблемки в смысле вы че уже и о нифига они уже и этот склад забили представляете то есть мне надо больше складов нужно больше хранилища эта рябина мне не нравится срубить ее я наверное сюда сейчас еще один склад зафигачу когда они вот этот прокачают странно что они его разбирают они апгрейживают я бы хотел чтобы они это делали как-то поинтересней ты куда потащил шкуры идиотина тебе нужно склад делать он оттуда спер че-то видали я точно видел что-то у них улыбки прям какие-то все угрюмы неужели из-за того что тотемизма у них нет ну серьезно блин хрен с вами уговорили я возьму вам тотемизм пошли смотреть что он открывает вера тотем ну весьма уже кстати внушительная штука я бы хотел поставить ее на месте вот этого черепа на шесте давайте его разберем и построим ее именно там представляете я потратил 7 очков чтобы открыть гребаную палку с тряпками как в форесте знаете это не самые лучшие новости которые я мог бы ожидать от тотемизма ну да ладно в любом случае очки мы каким-нибудь там образом нафармим тут и этих рычагов фарма очков знаний миллионы ооо семья волков передвигается по противоположному берегу и ща мы будем их мочить за тотем кстати еще одно очко дали и у нас тут прям все поселение пошло долбить волков этот вообще сразу откинулся ну и этому не особо повезло волчата убегают мочите волчат тоже спасибо большое во видите я так понимаю что тотем увеличивает скорость восстановления настроения наверное это так работает потому что у меня другого предположения нет относится он к одному и тому же так сколько у нас костей двадцать две ну че давайте продолжим а они еще палки кстати берут они еще берут палки для этого ну давай че сделай мне еще этих сраных копий потому что мне очень нужно это за пережиток зимы нам дали еще одно очко кстати что не есть плохо потому что о это кто там это кто носорог мочите носорог он большой вкусный нам еще одно очко в общем то мы сможем уже какую-то технологию брать пошел посев что тоже классно и здесь пошел посев у нас людей до хрена но кстати легкой одежды мало почему то я вроде заказал ее две штуки они вот что-то фигней занимаются одна кожа всего а потому что дубильня плохо работает надо чтобы дубильня работала лучше кто-нибудь собирается носорога вальнуть не он уже классный уйдет не сожрем видимо они решили что сначала мы должны а вот пошла команда пошла команда мочить носорога давайте ребята покажите ваши лучшие выстрелы и тыки копий а он кстати не нападает что странно обычно носороги нападали а вот пошел нападать но уже поздняк прости дружище у нас тут палаточка уже достроилась а вот это вот глинобитный склад меня все еще смущает ну почему же почему вам не хватает грязи очень медленно они грязь добывают никогда бы не подумал что с таким с таким ресурсом как грязь из воды будут проблемы наверное они тоже об этом особо не думали но чё ж поделаешь так вот эти вот три березки прекрасные это березка вообще это по-моему да это березка березки мы срубаем потому что они нам тут нахрен не нужны палочки заодно за них получим а березы они и сами там спокойно вырастают ничего у них не случится меня интересует вопрос почему вот здесь ничего не растет потому что здесь мы срубили дофига деревьев и они вроде бы как должны бы восстановиться они что-то как-то не особо горят желанием хорошо хоть палки не особо кончаются ну вот они видите пошли рубить как сумасшедшие сейчас все сразу все четыре дерева или пять сколько там пять заказал упадут минус одно палки то есть есть и палки притащил минус второе ну и этим недолго осталось кремневая шахта ее кстати добывают но что-то видимо потому что у нас есть ресурс они поэтому не идут добывать очень кстати правильное решение разработчиков не заставлять людей трудиться если им оно не нужно они уже все копии сделали прикиньте давай еще давай все делай все копия должны быть у нас мы должны ими торговать отличный кстати ресурс как показывает практика это вы что везете такое это по-моему торговец идет сейчас попробуем может торгануть копьями здорово друг что привез технологий никаких да только льна пятерочку семерочку а сколько у меня копий на продажу теперь есть двадцаточка это значит я могу в смысле давай 140 140 денег я могу тупо одними копиями сделать давай иди отсюда торговец мне неинтересен также у нас есть 9 луков ну а эти луки все в руках то есть они не в свободном доступе у нас куча серпов нормально кирок в общем все у нас классно я бы еще хотел сделать пару ножей вот кремневых например раз два и все да я хотел бы сделать три давайте еще дайте мне вот спасибо а там посмотрим нам нужно сейчас где-то еще одно очко взять и какую-то технологию уже изучить а то мы что-то как-то на месте топчемся а я бы хотел еще кого-нибудь оооо еда мочите их мочите их всех мне так нравится когда ты берешь обводишь целую стаю зверей и вот такая вот куча народа с собаками собирается просто какой-то набег варваров происходит это очень круто давайте посмотрим как они будут с этими кабанчиками воевать нападайте а я не кабанчиков атакую а кабанчиков тоже надо завалить кстати всех мочите древний бизон атакуют убита пятерочка и вот у нас как раз таки одно очко пришло ну че давайте пойдем в скот может не знаю или в ткача если пойти в ткача мы тогда по идее сможем продавать лен я правда не знаю сколько он будет стоить и честно говоря немножко даже опасаюсь но вот коза даст нам возможность приручения овец которые будут давать шерсть которая в принципе нужна ткачу да а потом у нас будут свинки которые будут давать мяско а потом у нас будут крупный скот которые будут давать наверное молоко все таки а вот козы видимо это только мясо и молоко я не понимаю короче как это работает давайте попробуем пошли короче в животноводство так открыта технология приручения коз осталось только найти козу да замечательно давайте построим первым делом для этих гребаных коз я думал это в хранении но это походу подождите а у меня амбар раньше был у меня амбара не было я его вроде бы даже не заказывал амбар это хорошо в амбаре хранится еда давайте его поставим он тоже падла вертится только на 90 градусов но ничего так ладно амбар мы поставили постройка для содержания скота о какой классный хлев я не помню сколько он хранит в себе скота но я кажется нашел для него идеальное место ты будешь друг мой стоять вот здесь пускай строится у нас там еще склад кстати склад пошел строится ура ура и у нас еще сколько тут два четыре шесть восемь зданий без апгрейда я бы еще хотел чтобы примитивная мастерская получила level up хотя бы в какую-нибудь глиняную мастерскую чтобы там могло работать не два человека к примеру а три одновременно еще одно очко мы получили за 250 шкур и я бы наверное даже посмотрел не сюда а вот сюда что мы еще можем построить еще три костра и у нас а еще один даже костер у нас будет плюс одно очко построить еще три черепушки на шесте у нас будет очко ну и конечно мочить животных куда же без них убита налетчиков 4 из 5 и когда будет 40 человек мы еще 3 очка получим давайте пару костров что ли поставить я просто не знаю куда их ставить честно один костер окей один костер может войти хорошо вот сюда потому что здесь у нас есть два шатра и это будет логично если здесь появится костер а вот остальные костры вроде бы как бы и не логично получается потому что здесь у нас есть костер обслуживающий вот этот вот район и здесь у нас есть костер обслуживающий вот этот район то есть в принципе костры то пока особо то и не нужны но потом когда-нибудь получим за них очко надо держать это в голове Сани, транспорт больше нельзя экспортировать Походу у меня сломались санки Это значит, что мы должны срочно восполнить потери И поставить сразу двое саней Потому что я так люблю делать О, гляньте-ка Ослы, покусечки Мы будем истреблять всех просто А, мне и нужен был, кстати, один костер Я таки получил чертову очко Молодец Я хочу понять, где Новые люди присоединяются к поселению У нас остается 38 человек А одежда-то у нас 36 теплой Так, ребята, срочно теплые одежды Две штуки И вот эти две штуки Тогда получается одну, потому что одна уже в производстве Что-то я этих много заказал Почему их, кстати, не делают? Странная какая-то хрень Чем для него нужна-то вообще? Нужна шкура Кожа, вернее, кожа нужна А кожа делается в дубильне А дубильня нифига Вот на тебе Раз-два Три-четыре Делайте мне кожу Три-четыре Значит, сырая шкура у нас есть А дубильня вообще-то что требует? По-моему, она кожу и требует И вот этот вот тонин, который мы собираем с деревьев А тонина-то у меня и нет, кстати А знаете, почему его нет? Потому что я, по-моему, задание-то по его сбору отменил А у нас сейчас как раз лето, и мы, в принципе, можем его успеть собрать Где ты? Вот сбор тонина Вот такой большой Поставим И три человека пусть собирают Давайте, ребята, мы успеем Дубильня будет работать просто как сумасшедшая Давайте даже по три кожи сделаем Почему нет? Так, дикий осел убегает от охотников Икс-3 Сани навернулись Ну да, я говорю, надо сани восполнять Дикий осел убит И мы получили знания Я хочу, чтобы мне уже скорее построили первый наш хлев И я посмотрел, как этих козочек там можно разводить Потому что козочки Это халявная жратва и зимой, и летом Одним цветом Прямо как елка, только коза Ханик умирает от старости И на него опять есть место Что ж такое-то? Сейчас его привезут Получена сырая рыба И мы получили еще одно из-за нее очко А где? Ханик это везут где-нибудь? Нет Что-то я не вижу, чтобы его везли в захоронение И, кстати, помните Я вот здесь, по-моему, еще одно захоронение делал Но его как бы уже и нет Потому что гребаные откаты Ханика не привезли до сих пор, кстати Мне кажется, Ханику весьма грустно там одному Урожай был поражен болезнью Пшеница Х-16 Ну, черт же ж вас подрал Ну, ладно У нас, по идее, в общем-то, проблем особо нет Мы ее вообще можем продавать, в принципе Но Ханика так и не привезли, кстати Зато мы получили 100 зерна И 100 соломы И у нас вообще она не тратится Сено вот это долбанное Будьте любезны, хлев мне Постройте, пожалуйста Тут это Ну, честно, осталось 4 вот грязюки наковырять А интересно, они будут перерабатывать пшеничку? Вот эту, которая сдохла Или им пока на нее одна плевать Ее можно, в принципе же, наверное, в сено переработать Не, его ж не жрут Его делают Используют, вернее, для построек Вы, наверное, сейчас думаете А че ты дома-то не прокачиваешь? А я вам скажу У меня глины нет Грязи, в смысле Вот Ее постоянно приходится вот так вот переставлять Туда-сюда И это прям страшно бесит Хоть бы карьер какой-нибудь научились создавать Я уже не знаю даже У нас такое ощущение Вот смотрите Было 36 Я сделал, стало 37 То есть одежда, походу, тоже в негодность приходит И вообще мне это очень нравится Что здесь все приходит в негодность Здесь невозможно Нажать на кнопку И у тебя чтоб все было Мне кажется, что все инструменты Тоже потихоньку приходят в негодность Поэтому я закажу еще пару-тройку луков Потому что их, сука, было 9 А сейчас 8 Что как бы намекает Мне нужно все восполнять Обалденно Да, это круто Че это вы? А, хлев Наконец-то пошел строиться хлев Теперь мы хотя бы из складов вытащим еду Которой, кстати, очень много И это очень хорошо О, гляньте, какая у нее шапка классная Мари Вот это А, это ее волосы Ну ладно Ну, если бы это была шапка Я не меньше был бы удивлен Торговец пришел Ну, давай, показывай Мегалитизм 200 280 в итоге На тебе копья Получаем 210 Добиваем До 280 И покупаем новую технологию Видите, как полезно было создавать кучу копий И я ведь на этом не остановлюсь Продолжаем делать вещи на продажу Вообще бы, конечно, в луки пошел Но вы же понимаете Танина нет Я, походу, таки опоздал сезоном Танина не такие Не забрали с деревьев Зато у нас есть 8 очков И мы можем пойти в новую технологию Но я пока их попридержу Потому что надо с козочками разобраться Вот у нас уже готов хлев И у нас есть место для скольки Для 10 козочек Покормить животных Это стоит на автомате Ограничение количества животных Бесконечно То есть в хлеву могут содержаться и те, и другие животные То есть я могу в будущем Здесь все поотключать нахрен И оставить здесь только козочки А, это вообще ослы И это лошади А где коза-то? Вот коза Коза 100% Количество ограничений до 100% от населения В общем, лучше сделать бесконечно А то я что-то сейчас понажимаю И все козы у меня сдохнут Обалденно Теперь осталось найти козу и ее приручить Так, пошли смотреть Есть ли где-нибудь коза? Здесь у нас кто обитает? Волки Волки, которые любят жрать коз Кстати, они будут ко мне приходить Ведь и жрать коз в натуре Древний бизон До свидания Ибикс До свидания Маленький волк Мы не будем его трогать Он маленький Это, стойте Это коза? Нет, это... А вот, смотрите Приручить Вот еще приручить Это молодая самочка А это тоже самочка Нам нужен еще один самец И у нас все будет замечательно Всех взрослых мы жахем До свидания До свидания Бизончику вот еще надо добить А то он уже какой-то весь неинтересный Так, тут у нас что происходит? Коровки Замечательно Тур А еще у нас тут есть муфлоны Но это барашки, да Это барашки Которых мы пока тоже не можем приручать Поэтому мы их всех тут нахрен поубиваем Моя логика Самая логичная из всех Здесь у нас кто? Олени Но мы сюда далеко не пойдем Мне нужны вот эти вот Ибиксы Которые даст нам возможность Разводить козочек Двух самочек Я за Арканью сейчас Но мне нужен самец где-то Где ж самцы-то все У Ибиксов, а? Это кто у нас тут? Кабанчик О! Во, куда вы все свалили, да? Муфлончик А вот и Ибикс Но у него нет детей Ибикс Что с тобой не так? Да, проблема Надо будет новых Ибиксов ждать Что-то как-то с ними непруха Ну ладно, ничего страшного Мы с этим жить сможем Главное, что у нас будет уже два Ибикса Это хорошо Все свалили на охоту Вон, видите, какая толпа идет Просто вечеринка сейчас начнется Так, кого-то попинали Это кто? А ты кто, прости? Муфлончик Блин, муфлончик тоже на козу очень похож Странно, что их нельзя приручить А, нет, атакуют Еще один Э, э, отвали от нее Слышь, ты че? Беги Вот тварина, а Убил таки Скотобазина Минус один у нас в поселении Произошел из-за волков И захоронение все еще Есть одно место Так что мы новое не строим Ха Зато мы строим новые здания Давайте начнем вот с этих Улучшить и улучшить Сразу два Да господи А, ну это эти Все нормально Эти и должны атаковать Побеждайте, побеждайте Замочили, замочили Я думаю, что мы там никого не потеряем Не особо агрессивные там есть Черт, собачку убил Вот подонок Ну, насколько я понимаю Собачки сами появляются Ух, нихера Вы видали это? Прям в центр моего поселения Жахнуло Еще кто-то сдох от старости И у нас Вместимость ноль О, это прекрасно Тогда нам нужно Дольмен Большая погребальница Постройка, состоящая из Несколько камней и каменной плиты Ух ты Слушайте, а выглядит просто шикарно Знаете, где она должна стоять? Где-нибудь вот здесь О, да Три мегалита нужно сюда притаранить Здесь что, есть? Здесь есть камни А мне нужны мегалиты Так, ну и где мне их нахрен взять? Где ваши мегалиты? А я, наверное, их таскать-то даже не умею, да? Ну-ка Мегалитизм изучено Тогда я могу их таскать Да Но мне их нужно найти А я их что-то не наблюдаю Пойдем посмотрим Это не мегалиты Это не мегалиты Они вообще, кстати, это... А вот, подождите Это ж чего? Мегалит Начать добычу? Один мегалит мы нашли Второй мегалит я тоже, кажется, вижу Нам нужно таких три Два, собственно А вот третий Блин, они так далеко Капец Я помню Раньше они были достаточно близко Ну, пускай добывают Тур атакует Но вы же его победите, не? Тур убегает от охотников Ну и насрать на него Мы не будем в конец карты Бегать за гребанными турчиками Мы их потом в коровок превратим И все будет хорошо Да чтоб тебя, волчара Замочите его Беги, Форест Беги Есть кто С этими? Во, с копьем Давай, иди Быстрее Да что ж ты идешь пешком На убил, падла Убил Волчара убил человека И даже не сожрал его Прикиньте Нет, ты не уйдешь Прости, дружище Ты уже все Он на маленьких детей нападает Да что ж ты стоишь? Смотрите, вот тупой Во, давайте Мочите эту тварь Короче, все Я объявляю Истребление волков Где еще есть Эти гады? Это был последний Это был последний Волчара Который Умудрился Покушаться на нашу деревню Но Справедливости ради Надо сказать Что у него Это получилось Ты кто? Коза Молодая самочка С молочком Уже, смотрите Пришла домой Нам нужны еще Козочки Может посмотреть Может появились Где эти Гребаные Ибиксы Так Ты кто? Муфлончик Муфлончик Похоже очень на козочку Но не козочка Мне нужны именно козочки Вот еще Мегалиты Пожалуйста Валяются Вот водичка С озером Можно сюда Переселиться Мегалиты Вообще разбросаны По всей карте Прикиньте Как их таскать Придется Бизончики Валяются Олень Дохлый Валяется Большерогий Но Ибиксов Янь Оуу Мамонт Привет друг Какой ты Жирный Большой Ты кто? Большерогий Олень Но без рогов Нету Ибиксов Товарищи Нигде нет Ибиксов Всю карту Облетел Дом бы найти Теперь Вот здесь Кстати Классная деревня Будет Да-да-да Надо это место Заполнить Людьми Так Где я живу-то А? Вот здесь походу А никто не хочет Сани сделать Да? Кожи нет у вас Потому что нету Ну я понял Да Давайте-ка закажем здесь Побольше кожи Вот Десять штук Мы закажем кожи Потому что Очень нужно нам Кто-то помер От старости И сразу же Кто-то родился У нас небольшая проблема Но это потому что Домики разобраны Новые домики Пока не построили Я вообще молодец Начал это все Грейдить зимой Да Я реально Мегамозг Тур атакует А Ясно И ты просрал Да? Сражение было Успешно проиграно Тур убегает От охотников Это прекрасно О! Плюс одно очко От муки Мы получили И родился новый человек Супер Не супер Только количество Копий у меня Ножики кончаются Ну и в общем-то Все остальное Тоже имеет срок годности К сожалению И к счастью Одновременно Кстати тоже Да Так Я не понял А что тут дымится Как тут может Что-то дымится Когда у вас трубы нет Вы там сейчас Спалите весь дом Получили знания О захижину Кстати У нас их 14 Уже на 2 технологии есть Так Самочка Самочка Блин Мне нужен самец Козы Чтобы я мог Их разводить Не на деньги И молоко А Так Да что там За хрень Тур убивает собака Нахрена Собака На тур Это пошла Вот дура Блин Тупой был Песик У нас Очень мало Одежды Которая Теплая В смысле Холодная Вот такая Опять собаку Грохнул Тур Да что С песиками Сегодня какая-то Беда Они очень Тупые И постоянно Пытаются Высадить Тура Без людей Обычно Они так Не тупеют Сегодня Видимо У них Магнитная Буря На солнце Поэтому Они не могут Ничего с этим Поделать Наконец-то Мы пережили зиму И это по-моему Отличный Отличный Момент Для того Чтобы завершить Эту прекрасную Часть прохождения Давно в Мэн Спасибо друзья Что смотрели Увидимся В продолжении На пути К плугам И к скоту У нас уже В общем-то Он уже появился Да Вот уже Здесь были Две козы Но что-то Сейчас их уже И нету Как бы да Будем надеяться Что они вернутся В следующей части Спасибо И услышимся Я тебя и покупаю По кусечке Субтитры Спасибо за субтитры